Муж проявляет агрессию. Рядом с ним мне страшно. Можно ли любить человека другой веры? Мой муж проиграл на бирже огромную сумму. В эфире служба спасения семьи. Сегодня мы вместе с Павлом и Галиной Коршуновыми и с их многочисленными детьми, а также священником Александром Ильишенко будем отвечать на ваши письма и звонки. Вы можете отправить письмо на наш электронный адрес или по номеру телефона. А мы постараемся вам помочь. Вот Павел и Галина, я уже сказал, что дети сегодня будут нам помогать, потому что дети это, прежде всего, помощники родителей, самые первые. Сейчас у вас сколько детей всего? Детей 15. Внуков будет 6 скоро. На этой неделе. Только самое начало. Ну вы меня будете догонять, меня тоже будет скоро 6, я надеюсь. Как вы решились на этот подвиг? Я всегда мечтала только об одном сыне. Хотела сына Александра. А так получилось, что первый ребеночек у меня не родился. Замершая была. И так как мы очень хотели, я просто просила Бога, чтобы он послал мне детей. Я сказала, что сколько не пошлешь, приму всех. Ну я не знаю, на тот момент, может, как-то не думая я это сказала, но у меня очень горячее желание было мамой стать. И на следующий год у нас родился сын Александр. Следом детки пошли друг за дружкой, с небольшими промежутками. Ну вот. И родилось 6 мальчиков, 6 девочек. И потом вы еще усыновили, у дочери или вернее? Приняли. Трех девочек, да. Это на тот момент у нас было 10 деток своих. 10 детей, и вы вдруг решаетесь еще троих сестер взять в семью? Это был спонтанный какой-то шаг? Или вот вы сели и подумали, что надо идти искать? Ну, периодически такие разговоры вообще были у нас. А потом моя кума взяла приемную девочку. Я поблизывалась, поуговаривала своих домашних. И мы решили тоже взять малыша. Но получилось так, что опека нам предложила трех девочек. Потому что ситуация была такая, что их могли определить в детский дом. Чтобы не разлучать, да? Да. Так получилось еще три девочки у нас. Не пожалели об этом? Тяжело было. Очень. А кто вам помогает? Старшие дети. Муж работает, и старшие дети работают. А государство, местные органы власти как помогает вообще? Ну, наверное, как и всем. У нас же в Ростовской области нет статуса многодетных. У нас есть статус малоимущих. Так. А почему у вас нет многодетных статусов? Должен быть региональный статус многодетный. Ну, вот разные регионы. Нет же этого единого закона о многодетных. Но я знаю, что вы получили награду от губернатора. Почетный диплом губернатора в 2010 году был. На тот момент у нас было восемь деток. Так это еще мало. Потом вы еще и еще рожали. Нет такого стандартного стереотипа, как у старейшего. Что-то не так, если многодетная семья. У нас всегда и много гостей, и к детям всегда все приходили. И даже завидовали. Почему у вас так много, у вас так весело, мы тоже так ходим, так классно. Поэтому не было вообще такого никогда. А у вас квартира или дом свой? У нас дом 60 метров. Всего-то? Ну да. Надо расширять дом. Пока так. Надо расширять. Тезка, Павел. Вон, парни выросли уже. Пытаемся расширять. Своими руками вполне можно. Земля позволяет? Участок есть? А вам землю выдавали как многодетную? Земля есть, да. Есть, да? Надо потихоньку, потихоньку. Я таких много видел? Я помню, в Якутске такой Антон многодетный. Папа, 12 детей тоже. Я говорю, что надо, чем помочь? Он говорит, я ничего, я с своими сновьями все справляюсь. Ну, мне бы досок немножко там обрезанных привезти. Они говорят, да вот, однако, был бы вот, хорошо, досок. Ну, говорю, хорошо, досок привезем. Что-то еще надо? Не-не-не, все остальное сами сделаем. Все. Ну, так и надо, своими руками. Мальчишки помогают? Помогаем. Как тебя зовут? Симосей. Рассказывай, как помогаете с братом или с братьями, папе? Ну, как начинаем делать ремонт, то, что говорят. Делаем. А что, например, ты можешь своими руками сделать? Ну, сам делать, наверное, ничего пока не могу. Ну, ладно, ничего. А вот именно помогать, отнести что-то. Краску отодрать можешь? Ну, да. Красить могу. Красить можешь. Ничего себе, ничего. Нет, ну, доску прибить, конечно, можешь. Ну, вообще можешь. Летом работал на стройке все равно. Деньги сам зарабатывает. Для меня вот непонятно, честно, как вы просыпаетесь утром. Вот у меня четверо детей. Я примерно знаю, как можно управлять четырьмя детьми. Но когда такое количество, да, 15 детей, я вот честно не понимаю, где вы все помещаетесь? У вас не такой большой метраж. Между прочим, вот эта студия 60 метров, чтобы было понятно. Это весь ваш дом. Как здесь распределиться? У вас что, по расписанию вы в ванную ходите, по расписанию завтракаете? Нет, учащихся, в школу кто идет, подъем 7, собрались, я их отвез. Уже четверо нету дома. Так, избавились. Следующий. Первая смена приходит, вторая уходит. А, две смены у вас. Две смены, да. А кто завтрак готовит? Иногда папа готовит. Я люблю, когда папа готовит. Так, папа, а дети-то готовят? Дети готовят. У нас даже бузька гренки жарит. Ох, какая молодец. Может накормить. Мальчишки сами могут картошку пожарить. А посуду кто моет? Все по очереди. Это где-то на холодильнике расписание? Расписание периодически делали, но по расписанию никогда не получается. И потом папа сказал, каждый моет за собой. Каждый встает, убирает со стола и мыет. Ребят, часто многодетным родителям задают такой провокационный вопрос. Я на него часто отвечаю. У твоих детей вообще детство есть? Ну, у меня всего четверо. Вот вам, одноклассники, задают вопрос. Вот вы растете, и вы все время то посуду моете, то стираете, то еще что-то. У вас детство вообще было? Да. Интересное. А что там интересного в этом детстве было? Ну, все так же, как у всех, только все. Давай, я не у всех, а вот что у тебя было? Кино, мороженое, цирк, я не знаю, парк? Мультики. Велики, скутеры. Что? Все перечисленное. Да нет, и плюс еще младшие братья и сестры, старшие. Ходят на занятия. На занятия. Спорт занимаетесь? Волейбол. Волейбол. Отлично. Ну, Тима у нас первенство города у нас по тэквондо. У нас олимпиады юниорские в Ростове. Первые и вторые места по тэквондо. Но сейчас у нас тренер уезжал, поэтому тэквондо перестали заниматься дети. А так у нас и у девочек награды, и по спорту, и по вокалу, и международные конкурсы, и районные. То есть девчонки вокалом, театром занимались. А мальчишки у нас больше спортом. Я никогда не поверю, что такая большая семья не ругается, не делит что-то. Как вы проходите? Кто конфликты разрешает разруливать, как у нас говорят в семье? Все бывает. Папа? Папа у нас... Папа слишком серьезно, мне кажется. Это высшая инстанция. Папа добрый. Папа очень добрый и мягкий. Это мама. Если какие-то конфликты дома случаются, то... Марк. Говорю, ну как это? Ну почему вы это делаете? Почему вы ругаетесь? Надеюсь. Они мне говорят, мам, зато знаешь, какие мы дружные где-то. К нам никто не подойдет. Я говорю, так я хочу вас тоже такими же здесь видеть. К нам никто не подойдет. Мы такие добрые, что к нам никто не подойдет. Ну вот, защищайте ребята, младших сестер, младших братьев. Все знают, на что способны, поэтому не это. Защищать не надо. Уже знают, что не надо пробить. Гроза. Гроза. Гроза района на самом деле. Первый день по Тэквондо в районе. Старшие дети заработали авторитет, который держится и сейчас. Поэтому если к старшим получилось уважение со стороны одноклассников, со стороны станичников, до сих пор этот авторитет держится. Поэтому я старшим детям очень благодарна за это. Здорово. У нас есть телефонный звонок. Давайте познакомимся с нашим телезрителем. Здравствуйте. 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 Я вот хотела бы сказать о том, что не всем так повезло, как вам. Да, и такого замечательного мужа, который соглашается столько детей взять из детского дома и столько детей родить. Обычно что мужья говорят? Иди на аборт. И никого не надо брать. Мне там вполне одного-двоих хватает. Зачем еще рожать? И люди, соответственно, не очень относятся к многодетству. Много детей, когда все... Я много знаю семей, где муж уходил, не обращая внимания на то, что и двое детей, и трое детей было. Ну, понятно. Разные ситуации бывают. Я бы не согласился с вами, что мужчины все сразу так говорят. Нет, я, кстати, сейчас вижу очень много молодых ребят в окружении моих старших детей, например, у которых по семь, по шесть человек детей уже. И они к этому вполне спокойно, нормально относятся. Давайте попробуем на эту тему поговорить. Все-таки некоторые мужчины реально боятся, и семья распадается. И мужчина говорит, что не надо больше рожать. Мы буквально в одной из программ недавно разбирали такой звонок женщины. Женщина хочет рожать и хочет опереться на мужчину. В чем секрет вашей семьи? Ведь это действительно подвиг. Вот мы начали с этой фразы, и хочется продолжить это. Это подвиг, на который нужно решиться. Нужно смелость иметь. Нужно понимать, что ты справишься. Вот где вы нашли в себе этот ресурс? С чего вы взяли, что рожая такое большое количество детей, взяв троих из детского дома, вы, вот лично вы справитесь. И другие не справляются? Лучшие скрепки – маленькие детки. Да. Мы говорим все время про скрепы, да, скрепы? Да, да, да. За все время, за все годы, сколько мы живем, да, уже 31 год, мне Паша ни разу не сказал, чтобы я пошла, сделала аборт. Я ему очень благодарна. Ему всегда было тяжело, конечно, потому что время всякое было. Когда у нас первый ребенок родился, мы могли в магазине купить себе одно яичко, 200 граммов колбаски, там, 300 граммов муки и так далее, и довольствоваться этим. Получается, про зайку и лужайку абсолютная правда. И чем больше у нас появлялось деток, тем благосостояние росло. Ну, вот как-то вот все само собой разрешалось. Чем больше детей, мы лучше живем, мы хорошо питаемся, мы можем себе что-то позволить купить и деткам из одежды, или где-то погулять. Детей планировали? Нет. Каждый раз это новость. Каждый раз вы, сколько, 12 раз садились в семейном кругом и обсуждали, что будем рожать. Как вот, Павел, как вы на это реагировали? По молодости было прям как и шутка. Сын, и дочка, и точка. Красиво, как у всех, как хотят. А потом вот и пошли точки, запятые. Многоточки. И даже восхитительные знаки. Да, да. Ну, знаете, мы не первый раз уже видим семьи, которые многодетные, которые подтверждают вот то самое простое правило, если Бог дает ребенка, то и ребенка дает. И что интересно, отец Александр, вот растет благосостояние, как сказала Галина, с каждым следующим ребенком. Вот в начале нашей семейной жизни нам было очень трудно. А потом как-то все разрешалось, разрешалось. Совершенно незаметно, но и вот трудные там 90-е годы. Господь помогал, тогда шла гуманитарная помощь, но поскольку мы на виду, вот нам она оказывалась. Так что мы и те трудные годы мы пережили. Ну, а сейчас уже дети взрослые сами зарабатывают, у них свои семьи. Так что, где-то действительно, это не просто там народное такое пресловие, а это констатация факта, Господь дает на детей. Хорошо. А с каким ребенком вы поняли, что многодетно быть хорошо? Да я до сих пор не понял. Спасибо за откровение. Ребят, а вы хотите себе многодетную семью? Три ребенка хватит. Ох ты, какой категорический. Это сложно, потому что... А это несправедливо. Должно быть хотя бы четыре. Потому что у каждого ребенка должна быть и брат, и сестра. Понимаешь? Чтобы равноправно было. Ну, там конца края этого не будет. Ну, а там уже когда, как получится. Так что случается. Это сложно. А мама у вас вообще отдыхает? Наверное, нет. Мы вот ее за это ругаем. Мало того, что она день работает, все делает, а ночью еще и стихи пишет, еще какие-то работы там у нее. И все такое. То есть еще время на творчество есть, Галина? Вы творческий человек. А в другое время не получается. А спать нужно. Они спят, мне спокойно, они дома. А вот скажите, когда творчеством занимаетесь, отдыхает душа, правда? Да. А знаете почему? Потому что творческий человек очень хорошо знает. Вот это вдохновение, которое приходит, когда ты что-то творишь своими руками, или своим голосом, или своей фантазией. Это проявление Святого Духа. Благодать Святого Духа. Вот, мальчика подтвердит. Ну, я или стихи пишу, или икону вышиваю. Ну, вот эту икону не я делала, это детки делали. Это они стразами выкладывали икону, Казанская икона Божьей Матери. Это вам, в вашей программе. Можно вручить? Это в нашей программе? Здорово. Спасибо. Мы с удовольствием принимаем такой подарок. Будет у нас на телеканале спас. Казанская икона Божьей Матери. Спасибо. Очень красивая. Спасибо. Нежно-голубых тонов. Спасибо. А кто делал? Руки поднимите. Все по очереди дети делали. Руки поднимите. Кто делал? Поднимайте руки, кто делал эту икону. Так, вот, все. Нет, я поднимаю. Я не делаю. Дети сказали. Папа не участвовал. Спасибо вам большое за такой подарок. Свет выбирали и делали. Но мы читаем ваши письма, и они зачастую очень печальные. Например, мой муж проявляет агрессию. Рядом с ним страшно. Мы разберемся в этом письме после небольшой паузы. В эфире служба спасения семьи. Мы продолжаем зачитывать ваши письма, принимать звонки и отвечать на них. У нас сейчас есть звонок. Там дозвонила студия наша зрительница. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я имею дочь, 20 лет. И она в начале августа приступила. Ну, она раньше, может быть, приступила в икону. Ее арестовали. Она находится под домашним арестом. Вот у нее суд сейчас будет. Меня больше всего волнует, что у нее маленький ребенок, двухсветний. И чтобы его у нас не отняли. А что ее меняется? Какая статья? Она разлетела закладки. А, то есть распространение наркотиков, да? Да. Понятно. Она употребляет? Она попробовала, но, как бы, зависимости у нее нет. Ну, вы скажите, пожалуйста, а она вину свою признала? Она какие показания давала на следствие? Отрицала все или, наоборот, призналась, раскаялась? Она полностью, она все признала. Что она сама-то думает? Что она говорит? Ну, сейчас она живет в учитании, ей очень трудно что-либо сказать. Она говорит, что я плохая, а мама плохая. А вы плохая мама или она плохая мама? Она плохая мама. А, то есть она так себя самобичует, да? А муж есть у нее? Нет, нету. Он не участвует в жизни ребенка? Нет, не участвует. Угу, понятно. Ребенка, наверное, может забрать опека. Ну, вы этого и боитесь, да, мы так понимаем? Я этого участвую. Потому что я с ним с рождения. У нее были плохие роды, и я с ним бежала, потом в больнице даже. Скажите, пожалуйста, она учится, работает где-то? Она училась, но сейчас она под домашним арестом. Она от всего отстранена. Она работала, училась, а сейчас она просто сидит дома. Я спрашиваю, потому что это очень важно. Важно собрать как можно больше характеристик вашей дочери положительных. Потому что, несмотря на то, что это казалось бы какая-то простая форма, не совсем нужная, но это необходимо. Так случилось, что я когда-то, много лет назад, защищал девочку из Молдавии, 20-летнюю как раз, которая обвинялась в перевозке наркотиков. И вот, вы знаете, на суде, во-первых, пришли все родственники на суд. Это такая большая многодетная семья была из Молдавии. Они плакали весь процесс. И судья, это судья Мещанского суда. Что такое Мещанский суд, чтобы вам было понятно. Это три вокзала Москвы. То есть, когда он мне показал количество дел о трафике наркотиков, он говорит, я в день рассматриваю по 6-7 этих дел. А почему он это сказал? И вот его проняло то, что эта девочка сидела, плакала. То, что плакали все родственники в зале. Что она каялась, она била себя в грудь и говорила, я никогда больше этого не сделаю. Казалось бы, простые такие чувства человеческие, но очень откровенные. И вот это воздействовало на судью. Он говорит, ты знаешь, он мне потом откровенно уже зашел за приговором на следующий день. Он говорит, вот я перед ней посадил 6 человек. И там сроки большие, это тяжкое преступление, там огромные сроки. А вот ее пожалел, потому что увидел, что вот она кается действительно. И это очень важно, мы все люди. Вы поймите, она сейчас должна думать о своем ребенке и о том, как она будет в суде себя вести. Что она скажет в суду? Какие обещания она себя возьмет? Пусть говорит об этом. У нас есть такая форма, которую часто применяют к матерям, у которых маленькие дети, которые привлекаются к уголовной ответственности. Это отсрочка наказания назначенного до совершеннолетия ребенка. Она последние годы активно применяется. И здесь, в принципе, адвокат все равно у вас есть какой-то даже по назначению, если без денег, который должен заявить такое ходатайство и попросить хотя бы отсрочить наказание. Поэтому эта отсрочка даст возможность воспитывать ребенка, вырастить его, а потом уже и сроки давности пройдут. Но это как минимум. Но если она избрала путь раскаяния, чистосердечного признания, это все смягчающие обстоятельства, как и наличие малолетнего ребенка, как и то, что она впервые привлекается. Все эти данные, все эти факты должны быть учтены судом. Поэтому приходите в суд, просите, кайтесь. Главное, чтобы она искренне. Это должно быть от души, это чувствуется, когда от души. И тогда по народной мудрости, по винную голову меч не сечет. То, что Павел Алексеевич рассказал, когда действительно искренне кается от души, и понятно, что человек не будет больше этого делать, тогда можно рассчитывать на серьезное снисхождение. Смотрите, какая аналогия. В духовной жизни кается. И вот реальный суд. И важно действительно осознать, попросить. Господь обращается к нам, покайтесь. Слова те же самые в уголовном кодексе. Чистосердечное раскаяние. Нет другого ничего. Есть такое еще понятие, деятельное раскаяние. За деятельным раскаянием даже дела прекращаются уголовные. Это норма уголовного кодекса. Вот что можно пожелать этой девушке, Галина? Ну, оступился человек, но бывает это, да. Ей надо думать о ребенке своем. Я себе сама. Галина, тебе нравится. Да, она уже сама себя корила, наверное, сколько. Ну, то, что она говорит, я плохая мать, наверное, да? Ну, она уже все это приняла, она уже раскаялась, поэтому. Жить дальше, что еще? Ну, Бог ей такой крест послал. Здесь, конечно, многое зависит еще от суда. Вы знаете, я, извините уж, работаю в этой системе больше 30 лет. И все, конечно, зависит от судей, от его опыта, от его вообще отношения к людям. Да, потому что, что такое суд? Ну, понятно, если человек признался, раскаялся, приговор суда, это уже есть наказание. А дальше возвращение к нормальной жизни. Исправление начинается и возвращение к жизни с момента провозглашения приговора. Вот так должно быть. Но если человек раскаялся, если это первый раз, ведь Господь не на стороне того, кто судит, а на стороне того, кого судит. Мы это знаем. И вот как себя ведет ваша дочь, как себя ведет человек, привлекаемый к ответственности, Господь внимательно смотрит и слушает. И он управит так, что будет по справедливости. И судья почувствует. Это очень важно. Нужно раскаяться еще и в том, что она нанесла вред кому-то. Кто-то эти закладки находил. Она могла разрушить чьи-то семьи. Что там за этим стоит? Другие люди, которые пострадали от нее. Вот, наверное, в этом тоже ей надо каяться. Да. Но главное, чтобы это было искренним, чистосердечным. С одной стороны, и с другой стороны, очень важно не впадать в комплекс неполноценности. Плохая мать, грешная мать. А вот дай Бог, пусть будет хороший. Вот такая вот. Чтобы она ребеночка своего любила. И вот своим раскаянием, своим добрым отношением к своему ребенку, своему собственному ребенку, действительно исправила свою жизнь. Хорошо, раскаяться и идти дальше. Не оборачиваться назад. Вот сейчас мама рядом. Вы ей напоминаете о том, что на самом деле она, да, она наступилась, она совершила преступление. Ее за это осудят. Но какой она хороший человек. То, что она дала жизнь вашей внучке, это уже хорошо, понимаете. Уже заодно это Господь ее должен пощадить, помиловать, увидеть ее раскаяние и дальше уже наставить на путь истинный. Нельзя путать саму себя и свой грех. Грех – это грех, это недопустимо, это должно быть отторгнуто. Грешный человек может быть очень даже хорошим. И хороший человек может быть очень грешным. Так что это вот непересекающие как бы подчас совпадают, но это разные все-таки, совсем разные категории. Грех и сам человек – это разные. Да, Калер, что хотели сказать? Да, это вот у меня такой еврейский подход к детям. Что для меня мои дети, ну для нас самые лучшие. Когда что-то они делают, это не значит, что ребенок плохой. Что как, как вот ты, как ты, ты такой хороший, ну как ты мог вот это сделать? То есть, знаете, вот ты, ты же хороший. Ты не мог такое сделать. И я так детям говорил, я им говорил, скажи, пожалуйста, у меня там хороший, ты хороший, а плохой. Что? Плохой, значит, у хороших родителей хорошие дети, а у плохих детей, значит, у плохих родителей. Да, да. Значит, ты хочешь сказать, что я плохой, да? Это ты хочешь сказать? Значит, у меня хороший, а если ты хороший, почему ты так вот делаешь? Павел, добавьте что-то вы. Я вижу, что вы переживали, слышали это. По звонку? Да. Да, самое главное, чтобы этот человек вторично не пошел на такое. Обычно они это делают. Да, чтобы это, нет, вот если чистосердечно, искренне от души и с молитвой, чтобы Господь укрепил, чтобы не дрогнуть. Конечно, ситуация так, кстати, жизненная ситуация, она же не меняется радикально. Пошла не от хорошей жизни. Значит, ну вот, вот нужно не дрогнуть в этих тяжелых обстоятельствах. Они непростые. Значит, надо укрепляться молитвой, причастием. Да, да, вот обязательно надо священников. А правоохранители должны отловить всех этих негодяев, которые используют матерей с малолетними детьми. Потому что, когда, конечно, мамочка идет с коляской, ну кто подумает, что она наркокурьер? А так и происходит. Они их используют, завлекают и скушают этими легкими деньгами, не объясняя. И они сами не понимают, что дальше за этим следует. Да, да, да. Ой, ужас. Давайте идти дальше. Следующее письмо. Мы в браке 23 года. Муж был раздражительным, но с годами стал все более гневным. Кричит по любому поводу. Часто бывает резок в отношении детей. Рядом с ним стало страшно. Бывает, что муж выпивает и начинает еще хуже себя вести. Бывает, что распускает руки. Он неплохо зарабатывал, семью любил, но из-за его характера жизнь стала невыносима. Я все время плачу, хожу к психологам. В храм тоже хожу. Батюшка говорит, что надо бороться за семью. Но я понимаю, что силы терпения больше нет. Хочу уже, чтобы он жил один или с кем-то, только оставил нас в покое. У нас трое общих детей. Детям тоже это надоело. Старшая дочь уже уехала от нас, не хочет в этом жить. Ведь младшие дети видят наши отношения и говорят, что такой семьи им не надо. Что делать? Помогите советам, Екатерина. Вот гнев, раздражительность очень сильно разрушает и семью, и человека изнутри. И уже совладать с этим невозможно. Как же побороть этот недуг? Отец Александр. Ну, тут есть причины и духовные, но начнем с медицинских. Сейчас вот мы живем в страшно напряженной атмосфере. Вот вся атмосфера наша, такой сплошной стресс. Это сказывается на нервной системе, вот на самооценке. Вот поэтому люди думают, что они плохие. Вот это не так. Но вот твердое убеждение. А раз я плохой, значит, все безнадежно. И вот человек впадает в крайности. Так вот, мне кажется, что нужно посоветоваться. Екатерине нужно посоветоваться, Антон не пойдет. С хорошими специалистами, чтобы они посоветовали ей, как в такой стрессовой ситуации, когда у мужа, скорее всего, крепко расстроены нервы. Вот что делать и чего, это проще, чего не делать. Но это профессионалы должны подсказать. Может быть, там незаметно что-то ему там, какое-то лекарство там подмешивать успокоительное. Ну, мало ли. Мне это пусть профессионалы советуют. Я бы начал с этого. Ну, а самой, во-первых, конечно, ей очень тяжело. Это можно и посочувствовать. Но батюшка совершенно правильно говорит, надо за семью, надо бороться изо всех сил. У меня такое впечатление, что она еще не все средства использовала. Но терпеть невозможно. Просто она сама с ума сойдет. Так вот, надо не терпеть, но только по-грамотному. И вот это вот можно хорошие советы, дельные. И от специалистов получить. И вот слушать священника. И вот он, мне кажется, говорит совершенно правильно, вот стараться семью спасать. Ну, вот мы тоже стараемся спасать семью от таких страшных порой зависимостей, греха, действий нехороших, которые совершают в семье. И вот один из самых страшных, на мой взгляд, таких явлений, одно из самых страшных, это игровая зависимость. Вот у нас следующее письмо будет. Мой муж проиграл на бирже. Давайте мы прервемся сейчас на небольшую паузу, все вместе подумаем и вернемся к этому письму через несколько минут. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем нашу программу и зачитываем следующее письмо. Да, вот такое письмо тревожное. Добрый вечер. У меня сложная ситуация в семье с моим мужем. Он проиграл на бирже 5 миллионов. Скрывал от меня и от всех полтора года. Я чувствовал, что что-то происходит странное с ним. Пыталась вывести его на разговор, убеждала, что приму и поддержу его в любой ситуации. Но он молчал. Говорил, что ничего не происходит, все нормально. Хотя сам в это время постепенно все больше погрязал в долгах. Когда я узнала, что он взял на меня кредит, на мое имя, в тайне от меня, я поняла, что это катастрофа. Он платил все долги, в семье денег нет. Он обратился к другу за помощью. И самое ужасное, это то, что я больна раком. В данный момент прохожу радиологию, очень надеюсь, что скоро поправлюсь. Помогу нашей семье выкарабкаться из долговой ямы. Но самое тяжелое для меня, как вернуть доверие и уважение к своему супругу. Мы все ошибаемся, помогите, пожалуйста. Да, вот эти материальные вопросы, когда они превращаются в такую яму, да еще с долгами, безденежие, это, конечно, вообще такая отвратительная ситуация для человека, унизительная. С другой стороны, мы понимаем, что не в этом, в конце концов, счастье и несчастье. Несчастье, я так вижу здесь, от того, что она сама правильно определяет, что доверие потеряно. А что это, предательство, отец Александр? Я думаю, сложнее, так сказать, сказать, предательство, это больно резко и однозначно, и в чем-то, безусловно, когда доверие нарушается, это очень тяжело. Между супругами должно быть абсолютное доверие. Ну, это человек, попавший в очень тяжелую ситуацию по своей вине и с молодушью, что твой. Ну, вот нельзя его предателем назвать. Ну, вот дрогнул, ничего хорошего в этом нет, ну, вот просто это слишком такое сильное слово. Ну, конечно, вот дай бог ей здоровья, и потом у меня такое впечатление, что она очень, ну, правильно сориентированный человек внутренний. Вот ни паники нет, ни каких-то в крайности она не впадает, тем более, что еще такое тяжелое заболевание переносит. Как она говорила мужу, что все примет и понесет, вот она способна принять и понести, и вытащить семью, и ему помочь. А его, конечно, дело, вот осознать, насколько он перед ней неправ, перед всей семьей, ну, и вот перед ней, что он нарушил вот такое вот доверие внутри семьи. Ну, и, конечно, эти долги, это какая-то слабость такая, надежда там разбогатеть. Кому не нужны эти деньги? Вообще, вот существует несколько таких очень сильных искушений, которые человек подстерегает, особенно человека активного. Это слава, да, то есть начиславие игра. Это власть, когда гордыня возрастает до такого уровня, и человек становится высокомерным. Это разврат, когда постоянно тебя окружают соблазнением, и ты поддаешься им. И еще деньги. И вот удивительно, что я осознал то, что деньгами испытания, это не только завалили тебя деньгами, и ты потерял им счет, и уже ты людей тоже на деньги меряешь. Тогда, ну, может быть, обратная сторона. И без денег же это тоже испытание деньгами. Когда человек попадает в долги, его засасывают в эту яму. Как остаться человеком, как здесь вот поступать, особенно мужчине. Павел, вот что бы посоветовали ему, не вот не ей, а вот ему сейчас, попавшему в такую ситуацию. У жены взял кредитное имя, и там проиграл. Но мы же мужчины, в конце концов, руки есть, правда? Голова есть. Работать. Во. Быть должным кому-то одному, и работать, отрабатывать, и зарабатывать, чтобы отдать одному, а не брать, брать и брать. Он даже зашел в телефон супруге, и еще один кредит взял. Это же все-таки вот такое слабоволие. Можно было там оттолкнуться, не брать еще один кредит, отработать. И справиться уже. Наташа, ну это уже пройденный этап, это уже потому что, понимаешь, после этого, это потому что, так говоря, древние греки. Так сейчас остановился. Она же говорит, он там отдает по грязну, отдает потихонечку. Значит, он работает. Все-таки трудится, да. Все-таки трудится. Мне кажется, самое главное, это вот не опускать руки и трудиться, работать, где угодно, как угодно, подрабатывать, честно. И восстановить доверие в семье. Вот восстановить. Это обоюдное усилие нужно предложить, может быть, ему больше, конечно, он же виноват. Но и ей тоже, чтобы не, так сказать, ну вот таким внутренним, спровоцированным, все-таки не разрушить семью. Трудно. Но у нее, по-моему, вот такое правильное какое-то устроение внутреннее. Проходит путь испытаний эта семья, вот и болезнь еще, которая навалилась на нашу зрительницу. Но мы в нашей программе не только грустные письма читаем, мы делимся и самыми прекрасными семейными историями. Вот одна из них. Пожалуйста. Когда мы вошли в дом Максима и Юлии, нас встретили удивительно красивые, светлые, абсолютно счастливые люди. Казалось бы, в доме особенный ребенок. Ни минуты покоя. Малыш Семен постоянно нуждается в заботливых руках мамы или папы. Но здесь нет суеты. Люди, которые, по сути, сами нуждаются в помощи, дарят невероятную духовную силу. С Юлей мы познакомились, когда еще были детьми. Всегда мечтали о большой дружной семье, в которой будет много здоровых детишек. Господь нам не давал ребенка 10 лет в венчанном браке. Но после очередной паломнической поездки, возвратясь из нее, мы узнаем, что Юля беременна. Беременность протекала нормально, но до 14 недели. На 14 недели мы посетили гинеколога, и на УЗИ гинеколог нам сказал о том, что у сына есть какие-то диагнозы. Начала говорить какие-то диагнозы, которые мы ни разу не слышали. Спина бифида, гидроцефалия, арнольда киария, незрелость коры головного мозга, пороки центральной нервной системы. Что значит принять тяжелые диагнозы собственного такого долгожданного ребенка? Как по-мерзки не зароптать? Как это часто бывает не спросить за что? Может быть, даже и усомниться? Большинство членов семьи, конечно, нас отговаривали. Но я как глава семьи, как мужчина, я понимал, что если мы сделаем аборт, то как Юля потом зайдет в церковь? Начали ездить мы по святым местам, начали усердно молиться. Начала я читать Акафист каждый день Божией Матери. Внутри меня все начало меняться. Я начала успокаиваться. Только вера помогла им пройти этот путь вместе с любовью друг к другу и упованием на милость Божию. Когда родился Симеон, очень много было трудностей, испытаний. Я никогда в жизни вообще не сталкивалась с детскими пороками. Я увидела, что он в очень плохом состоянии, тяжеленький. И сейчас Максим и Юлия часто встречают скептическое «справитесь», но тут же, как ответ, как укрепление в вере, приходит помощь. Симеон, нежный и ласковый малыш, радует родителей каждый день. Он перенес уже несколько операций, но есть динамика. Им говорили, он не проживет и полгода, но Семе четыре. Он ползает и сам ест. Чудеса случаются ежедневно. Объяснить их чем-то, кроме глубокой веры Максима и Юлии и присутствия Бога, невозможно. Он подарил нам другую любовь, которая не была ранее. Это жертвенная любовь. Это искренняя любовь. Он нас радует маленькими такими, маленькие, которые... Вот, например, он недавно у нас начал переворачиваться буквально, как, наверное, месяца восемь назад. Вы не представляете, в четыре года первый его кувырок самостоятельный. Это огромное достижение, это огромная победа. Сема нас, мы считаем, таким образом ведет к Богу и спасает в этой части. И мы надеемся, что он нас спасет. Мария Чугреева, Михаил Юферов, Ксения Костина. Телеканал «Спас». Все время читаем наши письма, разбираем разные истории. И каждая история, каждое письмо уникально. И на каждое письмо всегда разный ответ. Всегда по-разному реагируют наши гости, наши эксперты. Посмотрите, вот отрывок из следующего письма. «Браку всего полгода, а я хочу развестись». Почему же так написала наша телезрительница? Разберемся после небольшой паузы. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем наш разговор, продолжаем зачитывать ваши письма. Вот следующее письмо, Наташа, пожалуйста. Здравствуйте, Павел и Наталья. Мне 26 лет, нахожусь в браке, браку всего полгода. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Есть желание все вернуть обратно и жить одной, так как муж стал иногда выпивать, считая это нормально. Я же в свою очередь хочу развестись, выйти скорее на работу и быть абсолютно независимой, потому что вместо помощи со стороны мужа мне приходится постоянно нервничать. Не считаю это нормальным. Ирина, ну что же, с началом семейной жизни. Во-первых, примите наши поздравления. У вас беременность, Господь вам ребеночка подарил. Об этом надо сейчас думать. Понятно, что в этом состоянии женщины много, такое количество мыслей, что если залезть в голову беременной женщине, то мужчина точно сойдет с ума и запутается. Соленый огурец и клубника несовместимы, но женщина пытается этот десерт есть. Да, и кстати, не первый раз я слышу, что в этом состоянии женщины часто начинают мужа отвергать. Чисто физически и психологически не приемлют. То есть это гормональная какая-то, гормональный сдвиг, нестабильность. Это не связано с каким-то духовным искушением. И это пройдет после. Отец Александр, а давайте Галину спросим сперва, потому что она же не один раз была в таком состоянии. Как все-таки это состояние пережить так, чтобы получить удовольствие от ребеночка, которого вы нашиваете, и мужа, который рядом может и выпивать, и не всегда вкусно пахнуть. У нас такого нет, потому что паша не употребляет. Мне с этим повезло, вообще несказанно, наверное. А что делать? Ну, я вообще волшебная на всю голову. У меня причет много. Вы никогда не сердились на него, не сердитесь. Я? Да. Вы знаете, ко мне, когда в гости приходит, вот кума пришла в гости, и говорит, а чего у тебя, почему так тихо? Я говорю, да дети пользуются тем, что ты ко мне в гости пришла, отдыхают. Потому что мама одному, одно, другое. Это мама, мама кричит, мама говорит, мама командует, мама что-то. Дети пошли отдыхать. У нас самая шумная – это мама. Поэтому я не знаю, он всегда рядом был, когда я была в положении, в интересном. Мы вместе были в положении. Мы вместе что-то хотели. Ну, вообще, с первыми детками особо-то и не говорила, чего хочу. Потому что, я же говорю, жили, ну, не впроговать, но огурчик. Ну, сбегает к маме там, или за огурчиком. Благодаря есть, куда сбегать, да? Да, ну, это вот когда первый был, да. Ну, а там дальше, там дальше старался как-то побаловать вкусностями. Вот у меня такая все время мысль, вот как наших молодых научить, ну, 26 лет, 6 месяцев в браке, беременно. Вот как их научить получать удовольствие от этого? Я, честно, себя вспоминаю, ну, тоже мы были, учились студентами, потом работали усиленно. Я, наверное, только вот от третьего ребенка уже действительно получал удовольствие. Просто вот готов был менять ему эти памперсы и так далее, каждые 5 минут. Тогда подгузники еще были. Подгузники. С первым, да, в первом, вы видите, были из марли, я их сам прострачивал, сидел. Да, и стирал потом сам эти подгузнички. Но как удовольствие получать? Она расстраивается, она не хочет беременной быть, она не хочет с мужем быть. Она хочет вернуть все обратно. Мамочка должна быть радостной, спокойной, умиротворенной. А если что-то ее расстраивает, вот должна прикладывать усилия, чтобы вот этот негатив от себя отогнать. Это все совсем непросто, легко говорить. Но это надо себя категорически требовать. И наоборот, радоваться, это же фантастика. Она вот скоро станет мамочкой. Ну, уже мамочка. Она его выначит, просто его вот скоро, лучше так сказать, скоро она увидит своего младенца. Вот она должна готовиться к этой встрече, быть радостной. Есть такое присловие спокойствия мамочки, здоровье ребенка. Норма, когда мамочка радостная и довольная, а когда она недовольная, это не норма. Вот с этой не нормой, вот ей нужно приложить усилия, чтобы ее преодолеть и превратить. Не норма, в вашем языковом выражаясь, с Александром, не норма, это то, что нас, мужчин, вот никто никогда не учит и не учил наслаждаться беременностью жены. Вот в некоторых семьях есть такой стандарт. Это все, это женщины сами все решат, без мужиков обойдемся. Да, других есть вообще мужчин не замечает. Есть те, которые страдают от того, что жена беременна. Но когда ты смотришь на беременную женщину, мужчина, я к вам обращаюсь, она же светится вся изнутри. Это вообще два человека в одном. Понимаете? И еще божественная благодать в них присутствует. Ну все, наслаждайся, молись на нее, носи на руках, помогай, получите удовольствие. Это очень короткий период же, ну очень короткий период. Да, я даже эпитемию накладываю на некоторых мужей, говорю, придешь домой, носи же на руках. Прекрасное наказание. Прекрасное наказание. Нет, вообще, конечно, как вот получать удовольствие? Сижу и думаю об этом. Мне кажется, важно еще найти людей, других мам, других женщин беременных. С кем можно было бы на эти женские темы проговорить? Чтобы и она тебе сказала, и мне сложно тоже, и я вот сегодня тоже целый день одна. Особенно с первым ребенком. Со вторым, с третьим ты чувствуешь, что ты уже героиня, ты уже все знаешь. А с первым, ну реально это тяжело, гормональная перестройка. Пусть другая женщина рядом с вами тоже расскажет, как у нее. Вместе сходить в какой-то детский магазин, вместе поделиться какими-то опасениями, какими-то, я не знаю, там, то живот тянет, то еще что-то, то врач нагрубила, тут еще муж недовольный пришел. Ну, у всех одно и то же, но надо разговаривать, не в себе это таить, и все потом выбрасывать свою негативную энергетику на мужа. Женщина все-таки понимает женщину лучше. Поговорить, это вот мне, кстати, мама, которая акушер-гинеколог, она всегда говорила. Это большое счастье, когда есть рядом у женщины беременная и женщина постарше, с которой можно поговорить. Ну, или пусть даже такого возраста, но который ее легко поймет. Да, это важно, правда. Это всегда очень важно. Просто мы понимаем друг друга, мы же все примерно одинаковые, проблемы у нас одинаковые. А потом уже вы такая счастливая и добрая встречаете вечером мужа, и просто какие-то остатки счастья уже своего доверяете своему супругу. Все решаем. Галина, у вас бывают такие моменты, когда вы садитесь с мужем вечером, когда дети уже все спят, наливаете чаек и общаетесь? Последнее время очень редко. Потому что дел стало больше у нас, уставать стали больше. Да и дети взрослые теперь у нас спят. Да, детки у нас, дом маленький, особо не уединишься, вдвоем редко удается посидеть. Но вообще бывает. К папе так прихожу иногда, на диванчик, взом. Дети нам чай тогда туда приносят. Маленькие детки спать не дают, взрослые детки сам не уснешь. Ну да. Так говорят. Ну вообще не знаю, я всему рада. Я же говорю, сейчас, если раньше я что-то хотела у Бога попросить, сейчас я только все принимаю и за все благодарю. Я думаю, мне бы успеть поблагодарить за все, что я имею. Просто вот Господь дает, он больше знает, что мне нужно. И дает спасибо за то, что он мне дает, еще больше спасибо, что не дает. Потому что, получается, знаете как, кому много дано, стало много спроситься. Но мне много дано. У меня столько радости, что я живу сейчас, и я радуюсь. Я смотрю на каждого, и я радуюсь. Я радуюсь, что у меня дочка троих родила, что сынок у меня. Потому что, знаете, для меня это больная тема была. Я хотела, я боялась. Думаю, как ребенку сказать, чтобы он захотел, особенно мальчик, чтобы он захотел быть папой, чтобы он не посмел свою жену отправить на аборт. Потому что, я же говорю, мне повезло, слава Богу, что у меня такой муж, он никогда мне не намекнул. Я не знаю, что у него в голове было. Но вот я умная, а он разумный. Это важнее намного, быть разумным. Он никогда меня не отправил на это. И вот я ребенку своему каждому объясняла. Вы представьте, когда я кого-то отговаривала и деткам своим эту ситуацию рассказывала, что нельзя, почему как ты ребеночка убиваешь? Ты память своих предков убиваешь, сколько поколений этот ребенок в себе несет. И будущих, сколько он еще родил бы. И какой бы это был род. Поэтому я не знаю. У меня это радость есть, слава Богу. В чем ваше счастье отцовство? А сейчас особенно. С Марком это особенно. Я просто смотрю, говорят, любовь, когда много людей, любовь делится. Она делится, но она умножается. Вот такая химия какая-то происходит. Вот математика непонятна. Любовь умножается в делении. Она, да. И я его еще больше люблю, когда смотрю, как он с Марком. Да у меня мыслей не было, чтобы сказать, иди на аборт. Это моя, наверное, слабость, что я ей позволяю. Ну и слабость, наоборот. Счастливой быть. Да. Также и с приемами. Ну все такие были слабые. Ну что же, вот мы смотрим на разные семьи и пытаемся найти эти секреты для того, чтобы помочь вам. А вы пишите в нашу студию, мы будем отвечать на ваши письма, на ваши звонки. Это служба спасения семьи. С нашими экспертами и священниками мы будем стараться помочь спасти именно вашу семью. Обязательно присылайте ваши письма на наш электронный адрес или по номеру телефона. И помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам. И до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok